Используя конструктор копирования и метод swap, можно реализовать оператор присваивания всего в три строчки. Давайте посмотрим, как это делается. Мы определяем конструктор копирования, определяем оператор присваивания, и внутри него используем следующее выражение. Для того, чтобы понять, как он работает, давайте распишем немножко более подробно. Первая часть этого выражения — это создание временного значения типа intR. Можно было бы написать это немножко длиннее, создав локальную переменную типа intR. То есть, например, локальную переменную t, которую мы проинициализируем значением a. То есть, тем объектом, который мы хотим скопировать. После этого, у этого временного объекта, в данном случае это некоторое безымянное временное значение, но если расписывать это длиннее, то это переменная t. Мы у нее вызываем метод swap, куда передаем ссылку на текущий объект, то есть ледочку this. В результате выполнения этого кода мы сначала создали копию массива a, а после обменяли местами эту временную копию и текущий массив. После того, как мы выполним это выражение, это временное значение, вот наша переменная t, оно будет уничтожено. Соответственно, вызвется деструктор, который уничтожит данные массива. Но за счет того, что мы вызвали оператор swap, уничтожится тот массив, который соответствовал текущему объекту, а в текущем объекте сохранится массив, который является копией массива a. Стоит отметить, что при такой реализации оператора присваивания можно отказаться от проверки присваивания самому себе. Если мы уберем это условное выражение, то код будет работать точно так же, но при присваивании самому себе мы будем создавать лишнюю копию массива. То есть данная строчка нужна только из соображения эффективности. В отличие от предыдущего способа реализации, то есть когда мы реализовывали все вручную, в том случае, если бы мы не проверяли на присвоение самому себе, у нас произошла бы ошибка. Мы бы сначала удалили данные, а потом пытались бы к ним обратиться. Продолжение следует...